Всем привет! С вами Наталья Алмафео и сегодняшнее видео опять о личных дневниках, о ваших блокнотиках. Я хочу вам дать небольшую идею, опять разворотика, и сегодня он будет посвящен вашему имени. Мы посвятим ему целый разворот. Ну, я, конечно же, напишу Натали, Натали, там обозначение имени. И самое главное то, что я не просто хочу это на пустых листочках написать, я хочу как-то оформить по бокам, да, наши листочки. Что-то наклеить, что-то нарисовать. Для начала, перед тем, как я начну писать о своем имени, я хотела сделать небольшие маленькие мультяшные рисунки по бокам нашего листочка. Вот здесь я хочу нарисовать маленькую панду. Я сначала буду рисовать в карандаше, а потом я обведу все фломастерами или карандашами цветными. Вот, сейчас я буду разговаривать по минимуму, потому что я буду рисовать. Вы следите за процессом. Так, вот здесь мы пишем наше имя. Вы пишете свое имя. Я так говорю, наше имя. Так странно звучит. В общем, я не знаю, где мне лучше написать. Я, наверное, пишу все-таки вот здесь. Таким размашистым. Хотя, зачем я пишу с карандашом? Я хочу сразу написать, наверное, фломастером. Таким маленечко размашистым почерком. Здесь пишу Наташа или Натали. Не знаю, мне нравится. Когда меня называют Натали, повторюсь. Но я напишу это уже каким-нибудь другим фломастером. Решила, в общем, вот так вот обвести это карандашиком. И здесь тоже немножечко раскрасить наши буквы, чтобы они были поярче. Ну, как немножко, полностью их раскрасить. Чтобы сразу, когда открываешь этот разворот, бросалась в глаза его тема. Еще я предлагаю вам сделать либо еще каких-то пару рисунков. Если вы хотите сделать свой разворот безо всяких вырезок, безо всяких наклеек, хотите чисто, чтобы он был оформлен именно вами, то можете еще сделать какие-то вот такие здесь артики. Но я решила, что я наклею сюда, вот от моей куклы. У меня осталась такая картоночка, где изображена кукла с ее домашним потомцем. Ну, просто куколки очень симпатичные. Вы знаете, что я люблю кукол. Я хочу красить это так. Так, вот, я наклеила нашу куклу. И теперь я хочу разукрасить нашу панду, чтобы она не оставалась такой безликой. И разукрасить нашего котеночка. Он, кстати, да, в кружке хит. И здесь должна быть надпись I love cats. Я скажу, я этот арт нашла в группе, посвященной личным дневникам. А так как я очень люблю котят, кошечек, все с ним связано, я решила нарисовать здесь котенка. Потому что это характеризует в каком-то смысле меня. Потому что сейчас буду писать о своем имени здесь расшифровку. Но это характеризует меня. То есть, все, что было в тему. Не просто так здесь ни сфига нарисован котенок. И не просто так ни сфига здесь нарисована панда. Я очень люблю животных. Здесь пандочка. Я люблю панда. И здесь котенок. Я люблю котят. Теперь я могу написать обозначение моего имени. И я хочу писать его не чисто вот так вот строчками. То есть, ровненькими. Я хочу написать маленечко вот так, чтобы в бок ходило. То есть, чтобы было симпатично. Сначала небольшая расшифровка. Можно ее написать, я думаю, фломастером. Фломастер лучше взять по цвету такой же, какой у нас в палитре. Здесь примерно есть по кожеце. То есть, розовый или вот такой вишневый, как я пишу. Вот здесь на этой страничке я тоже напишу небольшую расшифровку своего имени. Взяла я тоже уже с интернета, но с другого сайта. И хочу здесь изложить. Потому что там немножечко другая тема. Ну, тоже похожее, конечно, описание. Но немножечко по-другому. Вот так текст я наложила. Теперь дело остается вообще за малым. Дело остается за тем, чтобы я тоже обвела этот текст. Небольшую такую рамочку. Ну, потому что, когда ничего не обведено, и как-то, не знаю, кажется, что все пустовато. В общем, вот так я оформила наш разворотик. Точнее, мой разворотик. Я решила, да, все застриховать здесь фиолетовым таким цветом. Маленечко раскрасила здесь сердечки. Вот. Возможно, меня многие спросят, точнее, многие спрашивают и на Аскосом и ВКонтакте, зачем я все это делаю. Вот занимаюсь подобным, потому что вроде как я взрослая девушка. Не вроде, а взрослая. Я скажу, что для меня это один из способов релаксации, один из способов как-то душевно успокоиться, угомониться. Ну, и вообще мне приносит это удовольствие. То есть, дело не зависит тут как-то в возрасте, так скажем. Мне просто нравится это делать. Тем более, если я могу это делать, выставлять вот это все дело публично, то мне тем более приятно, что кому-то это нравится. Возможно, кому-то это, ну, тоже, так скажем, немножечко вдохновит. Кто-то захочет повторить, сделать что-то свое. Вот, поэтому я в этом вижу только плюсы, на самом деле. Все. Ну, и на этом видео подходит к концу. Ставьте пальцы вверх, если вам оно понравилось. Да, пишите комментарии. Видео про личный дневник будут выходить, я думаю, еще почаще в эти дни. Ну, потому что что-то у меня сейчас вдохновение нахлынуло, захотелось их снимать. Вот. Также скоро выйдет видео и про куклы, и про бьюти-покупки, про бьюти-уход. Потому что давно этого всего дела не было. Поэтому люди, которые смотрят меня как бьюти-блогеры, оставайтесь со мной, не уходите. Скоро будут видео. Ну, и все. Я с вами прощаюсь. С вами была Антали. Всем пока. Да что ж такое-то? Твою мать, ни одного видео без просто приключений. То ручка не пишет, то еще чего.